И мы продолжаем в этой теме, в этой прекрасной теме. И здесь говорится о том, как Иисус Христос призывает к Себе учеников. И вы прочитали в 46 стихе, «Can any good things come out of Nazareth?» И Филипп говорит ему, «Пойди и посмотри». И это хорошее. «Пойдите знать?» «Пойдите и посмотрите». И когда ты увидишь, и ты увидишь своими собственными глазами. И ты услышишь своими собственными ушами. Это очень важно слышать от Иисуса Христа нашими собственными ушами. И видеть Иисуса Христа во феере своими собственными глазами. Духовными глазами. Потому что когда мы читаем Евангелие, мы не только слышим о Нем, но мы также видим Его своими духовными глазами. Но мы также видим Его своими духовными глазами. Иисус Христа и Тархтилла. Итак, 49. Нет, 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 извините. 47. «Jesus saw Nathanael coming to Him». 47. Извините. 47 стих. Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о Нем, «Behold an Israelite, indeed in whom is no God». Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. Иисус посмотрел на Нафанаила, и Нафанаил никогда до этого не видел Иисуса Христа. Но Иисус посмотрел на Нема, и сказал, «This is Israelite, indeed in whom is no God». И сказал, «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Это очень хорошая характеристика. Чтобы так сказать, ты должен вообще знать, что... For example, Денис is saying to Yisal, «Oh, this is the believer who does not have any guile in his heart». Например, Денис говорит Yisal, «Это верующий, который не имеет...» «There is no guile in his heart». Нет лукавства в его сердце. И Yisal мог бы сказать, «Do you know me so well to speak like this?» Because to speak such a thing you should know very good a person. А потому что, чтобы такие вещи говорить, ты должен знать человека очень хорошо. И мы видим, что Натханаил спрашивает об этом. 48 стих. Натханаил говорит ему, «Почему ты знаешь меня?» Это очень хороший вопрос. «Ты говоришь обо мне такие вещи?» «Как ты знаешь меня?» «О, когда ты знаешь меня?» «Мммм, very good question». И давайте посмотрим на Иисуса. И Иисус сказал ему в ответ, «Слушайте внимательно». «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. До того, как Филипп тебя позвал, и ты сидел тогда под смоковницей, я видел тебя. Я видел тебя. Я не знаю, по поводу насчет тебя. Я не знаю о вас. Но у меня очень много вопросов по этому поводу. Ты видишь меня? Когда я был под смоковницей? А что происходило под смоковницей? А что происходило в сердце Нафанаила? А почему Иисус видел его там? Да, и что происходило в духовной реальности? Да, очень много вопросов мы могли бы спросить. Иисус говорит, «Я видел тебя». Давайте опять это немного обсудим. Что могло бы произойти под смоковницей? В сердце Нафанаила. Чтобы Иисус видел его. Так, чтобы обнимание Иисуса Христа привлекло обнимание Иисуса Христа. Как вы думаете, плоть могла бы привлечь внимание? Плоцкие размышления могли бы привлечь внимание Иисуса Христа? Вы так думаете? Я так не думаю. Это должна быть духовная вещь. Например, Иисус спрашивал своих учеников, Кем вычитает Меня Иудеев? И они ответили, что одни говорят, что ты Пророк, а другие говорят, что ты Иеремия, а те говорят, что ты Илья, или Иоанн Креститель. И Иисус слушает эти ответы. И спрашивает, а кто вы думаете, кем Я являюсь? И Петр встает. И он встает и говорит, ты Иисус Христос, Сын Божий. И Иисус говорит, а, хорошо, очень хорошо. Потому что это не плотское размышление. И это откровение от Отца. И плотские размышления не привлекают внимание Иисуса Христа. Но что-то привлекло внимание Иисусу Христа, когда Он в наем был под Смоковницей. Да, что вы думаете, что там происходило? Очень важная вещь происходила под Смоковницей. Нет, нет, важная вещь, это очень важная вещь под Смоковницей. Где мы могли бы увидеть эти слова? Когда было царствование Соломона? И Израиль был на самой вершине этого царства. Это было самое прекрасное время для Израиля. Потому что Израиль был объединен, не было разделений. Не было никаких войн во времена Соломона. Это был абсолютный мир и пресветание. Пресветание израильского народа. Это просто была мечта для Израильского народа. И это было сказано, что каждый еврей сидел под Смоковницей. Это значит, что каждый еврей сидел под Смоковницей. Потому что у него была своя собственная Смоковница. Это очень важно. Это было время процветания и преуспевания. И это было самое прекрасное время во все время существования Израильцев. И я думаю, что Натанаил думал об этом времени конкретно. О том времени, когда Израильский народ был в мире и пресветании. И великим царством над Израильским народом. Очень хорошо. Спасибо большое. Вы можете посетить. Вы, пожалуйста. Нет, нет. Хорошо. Очень хорошо. Давайте продолжим эти размышления. Я думаю, что Натанаил размышлял об этом времени. Потому что в его времена Иудея была под Владычеством Рима. И Иерусалим не принадлежал евреям. Да. Это было ужасное время для Иудеев. И я думаю, что он размышлял о том времени, когда Бог обещал Давиду. Нет, нет, нет. О обетовании Божьем в отношении к Давиду. Да. О Мессии. Потому что Соломон являлся картиной Иисуса Христа. Множество пророков говорило так, что когда Моисей придет. И установит свое царство в Израиле. Это будет прекрасное время. Почти такое же время, как во времена Соломона. Когда каждый еврей сидел под свой собственный собственный. И я могу себе представить о том, какие идеи у него витали. Возможно, он думал о Мессии, о Его пришествии. Но что-то духовное происходило под этой смоковкой. Потому что это привлекало внимание к Иисусу Христу. И он сказал, Нафанаил, я видел тебя под смоковницей. Прекрасно, я видел тебя. И вы знаете, ответ Нафанаила шокировал меня. Окей, давайте прочитаем Его ответ. Окей, сначала мы можем прочитать ответа Иисуса в 48. Иисус сказал ему в ответ, прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Возможно, нафанаил в это время был в молитве. Возможно, он был под влиянием Духа Святого. И он размышлял о грядущем царстве. О великом царе Мессии грядущем. Об израильском народе. Иисус сказал, я видел тебя. А теперь посмотрите на ответ Нафанаила. Нафанаил отвечал ему. Раби, ты сын Божий. Ты царь Израиля. Ты царь Израиль. Замечательно. Это удивительно. Нафанаил понял. И он сказал сначала, что ничего хорошего не приходит. И вот такие были у него ожидания, когда он направлялся к Иисусу. И он так говорил, ну-ну-ну, посмотрим. И когда он услышал слова Иисуса Христа. Простые слова. Я видел тебя под смоковницей. Я видел тебя под смоковницей. И ответ Нафанаила был такой. Раби, ты сын Божий. Ты царь Израиль. Это было место встречи самого Бога с Мессией. Это было место встречи самого бога с Мессией. И это было так глубоко. Я бы frontal множество в Что ты делал? Почему ты так отреагировал? Ты сын Божий, ты царь Израиля. Знаете что, мы встретим этих людей на небесах. И я вам говорю, что у нас будет такое удивительное время. В общении, в задавании вопросов. И будем просто задавать вопросы этим людям. И мы зададем вопрос Урию Хитиянину. Что у тебя там произошло? Что ты почувствовал, когда ты понимаешь, что Дэвид тебя потерял? Что он на небесах, когда ты понял, что Дэвид тебя предал? И он скажет, ничего. Я принял от Бога, что я завершил свой покорщик. Это не мое дело судить Дэвида. Мое дело смотреть на Иисуса Христа. И прославлять его. Потому что он судит. Так множество вопросов мы зададим. То Петру, Андрею. И это очень здорово. И давайте посмотрим, что Иисус отвечает. Пятидесятый стих. Иисус сказал ему в ответ. Ты веришь, потому что Я тебе сказал. Ты веришь. Да. Ты веришь, потому что Я тебе сказал. Я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше этого. Я тебе сказал лишь о том, что Я видел тебя под смоковницей. И ты верил. И ты сказал мне, что Ты Сын Божий, Ты Царь Израиль. Но ты увидишь больше. Знаете, что это очень важно касательно каждого верующего. Когда вы уверовали в Иисуса Христа. Иисус мог сказать вам. Ты увидишь еще больше своей христианской. Ты увидишь еще больше откровений в твоей христианской жизни. Ты увидишь меня более отчетливо в своей жизни. Ты узнаешь мой характер. Ты увидишь больше моей руки в твоей жизни. Иисус говорит на Фонаре. Like this. Ты увидишь больше этого. Okay. Greater things than this. And 51. And he said unto him, верily, верily. И говорит ему, истина, истина, истина. Yeah. Pastor Schaller, he spoke a message about verily, verily. И Pastor Schaller проповедовал мать ему, истина, истина. Yes. And this is amen and amen. And it означает amin' и amin'. That means that this is solid and stable. It означает, что это твердая и стабильная. Yes. This is solid and stable. Amen and amen. And if you receive it, so these words will be in your heart. Amen and amen. This is a word that will be in your heart. Amen and amen. It brings in, it gives you stability and solidness. This is a word that will be in your heart. Yes. Do you understand it? Very, very, I'm saying, I say to you. Amen and amen, I say to you. Just receive my words. Просто примите мои слова. You know, when I taught people in Bishkek, in Bible College, the Gospel of the Gospels. You know, when I taught them to read passage of the Bishkek, the Gospel of the Gospel of the Gospels, the Gospel of the Gospel of the Gospel of John with verily, verily. из Евангелия от Иоанна где упоминается фраза истина истина и это прекрасно они записали это и были очень благослованы потому что эти предложения они очень важны и так истинно истинно говорю вам отныне будете видеть отныне будете видеть небо отверстие и ангелы Божьих восходящих и нисходящих и ангелы Божьих восходящих и нисходящих вы будете видеть небо отверстие и ангелы Божьих восходящих и нисходящих Хорошо, к кому? К Сыну Божьему. Прошу прощения, к Сыну Человеческому. О, Иисус. Ты говоришь мне, что ангелы будут сходить с неба. И восходить к Тебе. Кто же Ты? Хороший вопрос. И этот стих, он соотносится со стихом по отношению к Иаку. В Бытие 28. Помните эту историю? Итак, Иаков убежал от своего брата Исава. И посреди ночи. И посреди ночи. И посреди ночи. Он заснул. И его подушкой был камень. Это была ортопедическая подушка для Иакуа. Камешек такой. Очень мягкая подушка. И он там спал. И ему снился со. И в его сне он увидел лестницу. И ангелы Господни что делали? Восходили и спускали. Прошу прощения. Нет, он увидел лестницу. И на вершине этой лестницы был Господь. Верно? Помните это? Вы согласны с нами? Вот такая была история. И лестница восходила наверх. И на вершине это был Господь. И ангелы восходили к Нему и так же не сходили от Него. Замечательно. Кто же был Бог Сам? Это был Иисус Христос. Потому что Он Сам Бог. Но в это время Он еще был на небесах. И так лестница восходила к Нему. Но ангелы Божьи восходили к Нему и не сходили от Него. Но когда Слово стало плотью, что же произошло? Что произошло с Иисусом? Он сошел с небес на землю. И ангелы Божьи теперь спускались к Нему. И от Него восходили. Итак, место обитания Христа изменилось. Он сошел с небес на землю. Но все еще был Богом Всемогущим. Вы со мной? А что насчет вот этой истории? Евангелие 22 глава 42 стих. 32 стих. Иисус говорит Петру. Петру, Петру. Симон, Симон. Сатана просил меня верить в вас как жениц. О, много вопросов. Иисус, Сатана просил тебя. Да. Он просил меня. Вы понимаете? Что бы я позволил ему верить в вас как пшеницу. Да. Он просил меня. И я позволил ему. Хорошо. Хорошо. Я позволил ему. И Петру. И Петру. Когда ты меня отверг перед народом. Ты отвергнешь меня перед народом. И все оставят меня. И все мои ученики оставят меня. О, извините. И все мои ученики оставят меня. И все мои ученики оставят меня. И, кстати, ты тоже. Но после этого. Я молился о тебе. Что бы после этого. Что бы ты, восстановившись от твоего падения. И укрепил братьев твоих. Да. Я позволил Сатане веять. Потому что он подошел ко мне как к самому Богу. Да. И я сказал, хорошо. Я тебе позволю это сделать. Но я молился за вас. Моему Асу. Что бы вы продолжили. И давайте завершим. Мы видим, как первая глава Евангелия от Иоанна. Как она превозносит Иисуса Христа. О, Он такой замечательный. Он такой великий. Он такой прекрасный. Нет подобного Ему. И Он был дан нам Богом как дар. И хвала Богу, что мы приняли Его дар. И были спасены. И мы поверили в Евангелия от Иисуса Христа. И мы поверили в Евангелия от Иисуса Христа. И когда мы приняли Христа. И Иисус мог сказать. Вы увидите больше в вашей христианской жизни. Вы увидите больше в вашей христианской жизни. Много больше в вашей христианской жизни. Просто будьте со мной. Просто будьте со мной. Будьте под Богом. И подойте. Будьте со мной. И следуйте. И вы увидите такие вещи. И мы можем сказать. Да, Господь, мы чувствуем Тебя. Спасибо Тебе. Наша жизнь невероятная. Спасибо, Господь, за это время. Спасибо за первую главу Евангелия. Мы так взволнованы, чтобы продолжить. Мы желаем, что Благослови наше время. Наши молитвы и благовестия. И спасибо за день рождения Иисуса Христа. Он уже старый человек. Нет, нет, нет. Он молодой человек. Спасибо, Господь. Спасибо. В Тебе мы молимся. По имени Твои Иисусу молимся. Аминь. Аминь. Спасибо большое. Спасибо.